Девять утра, но людей уже так много, что колонна из тех, кто пришел возложить венги к мемориалу, растянулась вдоль тоннельной. Ветеранам тяжело подниматься самостоятельно, поэтому для них на площади у Вечного Огня организовали сидячие места. А тем временем дети со свечами в руках встали около каждой мемориальной плиты, молча поклоняясь подвигу тех, кто не дожил до наших дней. Здесь, в братской могиле мемориала, захоронено свыше 4000 бойцов советской армии, умерших от ран, выпущенные в небо шары, как бессмертные души воинов. Это день нашей гордости, но это и день нашей памяти. Дорогой ценой досталась нам победа. 27 миллионов советских воинов не вернулись с фронта. Не обошла стороной беда и сочинцев. Гитлер хотел превзойти все, всех поставить на колени, сделать рабами и разделить. Он обладал всеми научными потенциалом того времени, научным прогрессом. Он был близок к разработке ядерного оружия, ракетного оружия. Они шли под именем Бога, но ничто и не смогло помочь, ибо они шли против людей. Возложить венки и цветы к мемориалу воинской славы пришли люди абсолютно разных профессий и возрастов. У многих в руках портреты дедов и прадедов, тех немногих ветеранов, которые были здесь. Молодые люди от души благодарили за подвиг, за то, что по-настоящему любили родину. Но с каждым днем общение с ними становится все более сложным. Кто-то плохо видит, кто-то плохо слышит, но неизменная искренняя улыбка на лице. Дошли до Берлина, дожили и до 70-й годовщины Победы. Много раз шел по лезью бритвы и прошел. Пришли, потому что на фронте погиб мой дедушка, мой дядя погиб на фронте. Поэтому мы пришли. Пришли почтить память тем 26 или 27 миллионам, которые погибли на фронте. И чтобы больше такая война не повторилась. А сразу после мероприятия на мемориале сочинцы отправились на Южный Мол. Там и в других точках города были организованы полевые кухни. Ветеранам в День Победы особый прием. Среди них Ерман Георгович Качканян. Он воевал под Краснодаром. Ему очень тяжело говорить о войне. Он все время плачет, потому что вспоминает своих военных друзей, своих однополчан, которых никого нет. Даже по возрасту уже никого не осталось. Он у нас один как реликвия, но до 100 лет он собирается у нас жить. Спасибо за внимание городу. В этом году вообще особенно. Торжественные мероприятия продолжились в парке Ривьера. Самый главный праздник страны отмечали с достоинством и размахом. Здесь были также организованы праздничные столы для ветеранов. Они тоже решили прийти в парк своей молодости. 9 мая мало кто остался дома в парке Ривьера и сочинцы, и гости курорта. Здесь полевые кухни, на различных площадках звучат песни военных лет. Везде праздничная символика. Ну а главное настроение горожан. Чувствуется небывалый подъем и гордость за нашу страну, за наше поколение победителей. Здесь же можно было встретить и боевую технику. Вот эта машина ГАЗ-67Б год выпуска 1943 участвовала в боевых действиях. Есть пулевые пробоины, которые после реставрации не видны. Машина работает как часы. Мы садли сюда своим ходом, именно на праздник, на парад прибыли своим ходом. То есть никаких эвакуаторов, ничего. Своим ходом завели и поехали. Оценить боевую технику решила глава Сочи. Анатолия Пахомова пригласили проехать в машине. В целом же посмотреть, потрогать, а повезет. И прокатиться на технике тех времен могли все желающие сочинцы. Елена Всецна, Борис Осинь, телекомпания ФКТ.